Балерьян Маркаров. Рассказ называется «Неношеное платье». Время от времени старуха покашливала, и влажная мокрота протяжно хрипела у неё в бронхах, превращаясь в сладковатый слизистый комочек во рту. Она сидела в чёрной косынке перед гробом мужа и неотрывно теребила в руках носовой платок, часто поднося его к лицу и протирая уголком то глаза, то подрагивающие кончики губ, которые казалось вот-вот коснуться выпирающего подбородка. А порой медленно покачивалась в такт негромким певучим кричитанием. «Ваня, милый ты мой кровинушка, на кого ж ты меня покинул, ненаглядный? За что наказал? Теперь одна, как же жить-то теперь?» И тогда солёные слёзы разъедали ей лицо, а мысли о трагической смерти мужа душили мучительно больно. Чин отпевания подошёл к концу, но хромоногий дьячок в белой обожжённой рясе не ушёл. Уселся себе в дальнем углу, отложил в сторонку дымящейся кадила и тихим однообразным голосом читал псалтырь. Дверь, как положено в таких случаях, была нараспашку, и народ всё шёл и шёл, как-никак, а село у них большое. Одна толпа сменяла другую, одни шли, чтоб отдать последний поклон гробу, другие, чтобы поглазеть, как покоится в нём Иван. Крепкий мужчина, облачённый в новый тёмный пиджак, лежал накрытый белой простынёй, с ликом спасителя на груди, безвольно зажав погребальный крест в восковых руках. Слабый мерцающий огонёк свечи бросал косые лучи на его заострившийся нос и загорелый морщинистый лоб с насупленными бровями. Он словно сердился на тех, кто уложил его в эту окроплённую святой водой холодную некрашенную домовину, сколоченную из свежеструганных сосновых досок. Сельские бабы, только ступив в дом, принимались голосить с самого порога. Мужики же, которым ничего уже вроде не страшно, потому как они всякое повидали, поначалу копошились в сенях, топтали валенками, сбивая с них снег. Затем украдкой заглядывали в горницу, где проходило прощание. Жались по углам, больше удивлённые и испуганные, чем огорчённые. Входили бочком и, бросая несмелые взгляды на Ивана, торопливо скидывали шапки, крестились на иконы, обкладывали гроб мокрым колючим еловым лапником и, оборачиваясь, выражали сочувствие вдове. Бабы рассаживались на лавках, что стояли полукругом перед гробом, пускали слезу, а потом мотали удручённо головами в косыночках и о чём-то шептались меж собой. Кто-то из них обронил, что, мол, рановато Иван отдал Богу душу. Дюжий был мужик, мог бы ещё жить да жить. Вдова не повернула головы, всё шевелила губами, немые причитания дотеребила платок. Глядь в дом бежал полоумный Васька заморыш, засеменил гробу и раз что-то сунул в ноги покойному. «Эй, Васька, ты чё учудил дуралей?» хмуро спросил сосед, наклонившись и дохнув табачищем с лёгким перегаром, когда тот примастился рядом. «Да Васька чё? Васька всё село бежал, нигде цветов нету, не погодится. Все Ваську журят, а Васька Ивану шоколадку». В какой-то момент ей показалось, что покойник тяжело вздохнул, и от неожиданности она вздрогнула всем телом, едва не лишившись чувств. Зашлась родимой затяжным кашлем, закрыв рот рукавом и так давясь горлом, будто её рвалом. «Худо мне клава!» – произнесла она, едва успокоившись. «Так это с непривычки, Люда!» – закивала соседка, махнув рукой. «Уж на что я привычная? Ведь мужа, брата и сына схоронить успела. И то! Вот я тебе ща водицы подам, да с Бог полегчает. Изморилась ты, два дня не пимши, не емши, кишка кишке поди, кутишь кажет. И глаза все в конец выплакала горемычная. «Ты того! Ступай, поешь малость! А мне идти надо! Скотинка некорбленная ждёт!» Права была Клавдия. Люда с головой ушла в своё горе. Как прознала про мужа, так ноги подкосились. Ничком на пол рухнула и забилась, завыла, как собака. Клавка, которая прибежала на это твой, смотрела на неё и поди, думала, что Людка сошла с ума. Она не смыкала глаз вторые сутки к ряду. Пока покойник в доме, надо б на держать все ночное. Иван работал дежурным электромонтёром. Спешил по вызову устранять всякие неполадки. Всё твердил, что без электрика в жизни ни туды и ни сюды. Электрик, он ведь всё может. Захочет — свет зажжёт. Захочет — погасит. Короткое замыкание может удлинить, а длинное укоротить. Выходит, без электрика миру хана придёт. А тут током его и убило, пока был на халтурке у Валентины. У той завсегда что-нибудь не так, как у людей. Живёт, говорят, одна без детей, без мужа. В дом старый от бабки остался. В нём то утюг заискрит, то розетка в стене задымится, то пробки к чертям вылетят. А то и провод, когда тла сгорит. Вот Иван по доброте душевной и пособляет ей. А в этот раз Валькин телевизор чинить полез, бесшабашный. Так его на месте шандарахнуло насмерть. В морге сказали, что под градусом был, да лыка не вязал, и умер без мучений, моргнуть не успел. На приличные похороны денег не хватало, но сельчане выручили, всячески пособляли люди устроить мужу подобающее прощание. Да такое, чтоб никто не осудил. И что бы она делала без этих добрых людей? Бабы суетились на славу, прибирая в доме. Засучив рукава и попутно вытирая сопли, драйли мылом полы, окна и двери. Вытирали от пыли образа, завешивали в серванта зеркала. Лавочек вот натаскали. Собирали с миру по нитке. Да ведь всё ж надо было сделать одним пыхом, пока в доме не было тела усопшего. Все хорошо помнили, что ссор при покойнике вымести, всех из дому вынести. А мужики вот с машины помогли, доставили Ивана из больничного морга, за гробом съездили. Недорогие, правда, но очень добротно. Священника местного пригласили, свечи для погоста прикупили, лампадку разожгли, чтоб душа его, покинув тело, не испугалась темноты, а свет пламени её успокоил. Стыд да срам, что родной сын приехать не смог. Дела у него до заботы. Говорит, Москва слезам не верит, тут в оба глядеть надо, иначе с голым задом останешься. Всё у него шито-крыто, с кем живёт и как, что ест и пьёт, где лямку тянет. Ничего ей толком не знамо. Безалаверный, даже внука ей с Иваном не подарил. Господи, образуем ты его. Вернулся бы в село, нашёл бы себе девку здоровую работящую. Детишек бы на свет Божий нарожали, жили бы как люди. Хорошо, хоть депешу прислал, короткую в три слова. Соболезную похорони оплачу. На освободившейся Клавкино место тихонько подсела Левтина. Обняла, руку сжала, и что-то шепнула на ухо. Да только Люда не разобрала слов. Сидела с каменным лицом. А та опять за своё. Что-то ей там про Ивана на тихой ноте бугнит. Люда и прислушалась глухо, хоть и не повернула головы. Не убивайся ты так, подруга, услыхала она. Не стоит он того. Всю жизнь гулял от тебя. Ни одну юбку мимо не пропускал. Вот тебе крест святой не вру. Чё глядишь? Да неужто не ведала? А год назад с Валькой снюхался. Жил с нею блудно. Вальку-то раскладушку все знают. Охомутала она его. Кого хочешь спроси. А в тот день благоверный твой квасил у неё вовсю. Дым коромыслом стоял. Я ведь там, близёхонько, по соседству. Напились да поросячью визгу. Ванька твой орать стал, что изменяет ему Валька. Да, ну небось, так и было. Валька как-никак баба видная, краснощёкая, стройная, грудастая. Вон воротилась из города, накувыркалась там поди с лихвой. Рыжепатлы свои распустила, напомадилась. Хоть стой, хоть падай. Огляделась, приметила себе мужика крепкого, работящего. Раз в гости позвала по хозяйству подсобить. Другой, третий. Да и увела. Да чтоб мне сквозь землю провалиться, коль наговариваю. Хоть и ведаю, что не гоже поминать покойного дурным словом. Душа его на том свете умается. Но, как по мне, коли чего не так, то и молчать не стану. Правду матку всю выложу, как на ладошке. Люда замерла, чувствуя, как бешено застучало её сердце и кровь ударило в лицо. Руки её задрожали, тело обмякло, а перед глазами, как в сильный ливень, всё поплыло. Верно, в народе говорят. Жена об изменах мужа узнаёт в последнюю очередь. Всё внутри взбунтовалось, скипело. Получается, все знали, да молчали, грех Ванькин покрывали. Будь на твоём месте, продолжала Левтина, извела бы её на корню змею подколодную, тварь поганую. Зелья бы подсыпала или порчу навела. К слову сказать, я тут вот что вчерась надумала. Покласть бы в Иванину домовину вещицу её какую. Трусики разноцветные, а лилифчик, всякий раз на белевой верёвке, качаются туда-сюда. Мужиков закликают. Покласть и всего-то делов. Ахнуть не успеешь во след за супружником твоим. Покандихайд. За окнами Мелонина шутку. Ветер силой размашисто кидал снежные хлопья в стёкла, в белой пелени расплывались, теряли силуэты исп и деревьев. Снег, едва долетев до земли, начинал таять, превращая её в месиво из грязи и воды. Был слышен лай собак вдалеке и скрип сверчка где-то в углу. Погребальная свеча медленно догорала, сероватый воск таял, стекая на дощатый пол, а его запах смешивался с ароматом ладана. Дымок рваными волокнами нависал над собравшимися вокруг гроба усопшего. Зловещую тишину нарушило лёгкое шуршание ткани. Упало покрывало зеркало, обнажив леденящую душу картину. Что это? Я, Фелисон, в горнице гроб стоит. Входят и толпятся мужики и бабы, несут на валенках грязный снег, хлопочут, утешают и кручинятся. Но за её спиной пустозвонки всё судачат, да языки чешут, думая, что она этого не видит. Видит. Знали все. И молчали. А теперь шастают туда-сюда, цокотухи. Лишь бы кости Ванькины перемыть, и может статься кое-кто в душе даже радуется беде её. Темнота внутри зеркала кое-где рассеивалась с дрожащим огоньком лампадки, пытаясь заполнить звенящую пустоту отчаяния и злости, пробиравшую Люду до самого сердца. Ясно во всех красках представила, как Валька хитростью заманила Ивана, поила его холодной брагой стакан за стаканом. А потом, растрёпанная, шалая, всползшая с плеча кофти, устроилась подле него, телка захмелевшего. Стала будить, тормошить пунцовыми губками. Да не спи ты, соколик, полюби меня сильно. Иван дурья башка что-то мучал со сна, отталкивал её, а Валька кофточку скинула и сисечки свои напоказ выставила, остренькие, как у её козочки зорьки, глядящие в разные стороны тугими сосками. Вздохнула прерывисто, да на мужа глянула. Лежит, не шевелится, непутёвый. Вздрогнула, вспомнив про его частые отлучки. Охоту на три дня и три ночи. Рыбалку на вечернюю зорьку, говорил, перед закатом лучше клюёт, а то и халтурку на стороне, когда неделя не ждала, не могла дождаться. А возвращался домой пьяным, взгляд мутный, ты не пикни, не суй свой нос в посторонние дела, щи варидозная место женщина. А чуть что не так вставал на дыбы, посылал крепко в тьму таракань. Так то и ладно, а то ведь мог и промеж глаз. Ох, аж слепая была! Дура! Лицо ей исказило судорога, глаза закатились, а грудь порывисто заколыхалась от кашля. И сызнова отдалась во власть воспоминаний, и замелькали перед ней картины прошлого, которые она в обычной жизни старалась не ворошить. Вот здесь ей 18 годков. Хороша! Приударил за ней Иван Гарманист, чубастый, первый парень на селе. Девок щелчком пальцев подзывал. Все твердил, гуляет и Людка, пока молода да красива. Другие же девки гуляют. Чего тебе, по рожнем ходить? Неужто хуже других? Иван завидным женихом считался. Зарплата для села большая, и служебным грузовиком пользовался как личным. Начальство позволяло держать машину в заулке возле дома. Вот и катал он девчат, хотя и визжали от радости. А как-то однажды боля самим ее заморочил, да затащил на сеновал, подальше от людских глаз, где сладко пахли недавно скошные травы. Тьма там стояла, хоть глаз выколи. Только слабо светились щели в полу, да кое-где сквозь дырявую кровлю провивались пятнышки лунного света. Не обхаживал, не задабривал, не упрашивал. Огляделся вокруг, сплюнул, взял сзади за груди, сдавил жадно до боли, кинул на ворох сухой травы, прижал с собой в темноте, целовал лебединую шею, ласкал, рукой под белый сарафан забрался. Уступила она. Одна только мысль вертелась, скорее бы только все кончилось. А он потом всю жизнь попрекал да унижал, что нечестно из-за него пошла. Не блюла себя, как положено, отдалась до свадьбы. До того жадным оказался. Всяку копейку считал, ничем не делился. А кому даст рубль, так потом два требует. Да и жуть, каким ревнючим был. Не дозволил ей работу продолжить в больничке местной, где фельдшером трудилась. Даром, что ли, технику медицинский закончила. И с любым она общий язык найти умела, с малым и старым. Многие на селе одинокие были, приходили к ней душу изливать. Им легче становилось, а у нее радость на сердце. Уважали ее там, другим в пример ставили, подработку частную подсовывали. А она и не отказывалась. Кому укольчику поставить, кому массажик лечебного радикулита, а кому давленицу смерить, да сбор травяной подсказать. А Иван все допытывал, где была, куда пошла, куда-куда, на Кудыкины горы продавать помидоры. Как-то раздумал и репеница. Так он так люто разгневался и... Наотмашь по щеке. Рука тяжеленная, ладонь лопатой. Промочила горькими слезами подушку, синяки хвойными перемочками залечила. Да и свекруха туда же. Полно тебе выйдь, крепись, мол, дуреха, терпи. Стерпится, слюбится. Не ты одна, все так живут. Вот и смирилась Люда. Да и смирение свое себе в великую заслугу поставила. Стала по хозяйству и шачить, цвету белого не видала. А хозяйство-то большое. Знай, поворачивайся. Пока дела бабские сделаешь, денек и прошел. В огороде раком над картошкой стояла, за скотинкой ходила. А сбудешь ее на базаре. Радость мужа до углажения. Тут еще и сынок народился. Вылитый, Иван, один в один. Вот как бывает. Детитка малая догляда требует. Любила его, души в нем не чаяла, баловала, как могла. А он подрос и тю-тю в город. За лучшей долей. Будто там медом липовым. Помазано. Говорит, отжила деревня свое. Что верно, то верно. Когда-то богатое колхозное хозяйство гордилось новостройками. Двухэтажная школа. Не просто клуб, а дом культуры. Своя больница. А какие дворы? Один к одному, как огурчики. Теперь, как выбитые зубы. Пустошь между домами, а того хуже пустые халупы. К югу, где начинаются поля, гниет брошенная ферма с полуобвалившимися зданиями. Что, сыночку, тут делать прикажешь? Мужики почти все спились и вымерли от спирта суррогатного. Бабы лютые, а молодежь разбежалась кто куда гораст, лишь бы подальше. Вот и она не заметила, как сама переменилась с возрастом, на всю округу озлобилась, очерствела. Верно в народе говорят, не уйти от судьбинушки своей, отыщет тебя повсюду и приведет туда, куда ей надо. В раз похватилась, ой, батюшки, да хватит ли всем водоньки на поминках? Надо предостеречь, чтоб много не наливали. По три рюмки и будет с них. Тут такие, им только подноси, глаза заливать. Ими снова не дождутся. Постные дни пошли, кутью и обойдутся. И ж губу раскатали на булдышку. А сами-то? Сами чего? Ее глаза, холодные, бесчувственные, стали зорко следить за руками односельчан, подчас сующими деньги в карман ее шерстяной жакетки. Она уже жалела, что не поставила на табурет с погребальной свечой поднос для благотворений. На нем сразу видно, кто сколько дал. А тут сиди себе, догадай на бабах, кто поскупился. Выносили Ивана головой вперед. Да бережно, не приведи Господь за дети дверной косяк. Зашлепали по ритвинам, по грязи, по неровным, по неровным да скользким дорогам, мимо полинялых, давно некрашенных деревянных домов, крытых дранкой, покосившихся курятников да свинарников, заросших репейником, мимо мятых холмов прошлогоднего жневья и столетних берез, сквозь слай собак, ржания лошадей, кислый запах навоза, сена и талого снега. Ветер мягко толкал спины, словно гнал, лишь ноги переставляй. Как сбирались на пригорок, откуда все село, как на ладони, так чуть не уронили Ивана. Припал на колени первый несущий, но остальные сдюжили. Так и пришли на заснеженный погост, где вытянулся в одну линию ряд невысоких, поросших редкой травой да бурьяном холмов с нетесными русскими крестами. За последним зловещим прямоугольником чернела у ног свежевырытая могила. Чернела и терпеливо ждала, готовая поглотить новое тело. Вокруг ямы слякоть, глина вязкая, народ копошился, спотыкаясь на мокрых комьях взрытой земли, все валеньки себе извозюкал. Добродушный дьячок кропил покойного святой водицы, отпуская ему земные грехи. Со святыми упокой, Христе душу раба твоего, иди, жене, болезнь и печаль, ни воздыхание, Жизнь бесконечная. Свечане держали горящие свечи и по очереди целовали крест батюшки, чтоб все худое из них повылазило. Слова соболезнования были сухими и шершавыми, как наждачная бумага. Бледное лицо Люда наблюдало за происходящим пустым, отрешенным взглядом. Соседушки с двух сторон шептали ей приказы плакать и причитать, но она оставалась глуха к их мольбам, полностью ушла в себя, ничего не видела и не слышала. Очнулась, когда кто-то сильно подтолкнул спину. Надо прощаться с благоверным. Подошла и отпрянула. Совсем не похож на себя Иван. Лицо спокойное, восковое. Снег на него падает и не тает. До самых костей должно быть заледенело. Лежит себе мирно, руки сложив. А ведь всю жизнь на ногах был, покой не знал. Наклонилась, поцеловала венчик на лбу, не касаясь губами. Да так и осталось стоять. Выждав маленько для приличия и, не увидев больше желающих проститься с умершим, два здоровенных бугая, отбросив окурки, заколотили крышку гвоздями и торопливо пустили Ивана в могилу, головой на восток, ловко выдернув из-под ящика облезлые веревки. С каменным лицом бросила на три горсти земли на крышку гроба. Мужики стали быстро орудовать лопатами, закидывая яму землей. В ногах крест православный поставили, восьмиконечный. На него рушник повязали белый, расшитый пионами, ромашками. Украсили свежий холмик еловыми ветками, да небольшим букетиком подснежников, еще влажных, с упругими стеблями, хранящими тепло чьих-то рук. «Земля, природа, мать, ее же и могила, что породила, то схоронила», деловито изрек полоумный Васька. На поминки в столовую пришли всем селом, чтоб Ивана помянуть, самим поесть, попить, да вспомнить собственных покойников. За длинным столом подавали пироги, соленую рыбу, овощи, фрукты, конфеты и печенье. В центре красовались румяные блины и кутья с изюмом да густой патокой. С них и начали трапезу, не забыв помолиться за покойного и поставить ему полную рюмочку с хлебом. Пили и ели много, да все ложкой. Курили, тягомотину разводили. После трех стопок фестивалить стали, шутки травить с прибаутками, старухи дурными голосами песни затянули, молодость припомнили. Пили за Людку вдову стоя, за их с Иваном сынушку, что не доехал до батьки, за жизнь, за друзей, соседей, за здоровье, и, кажется, даже за Сталина. Пить-то сильно хотелось, а без тоста не принято. Дальше всякие напутствия пошли, а напоследок слезы. Наконец, разбрелись по домам. Видать, слов доктора тутошнего постыдились, Алексея Палыча. «Помянули и будет», сказал он им твердым голосом. Пора, мол, и честь знать. Это был невысокий голубоглазый мужчина с жесткими щетинистыми волосами, такими светлыми, что они были светлее его лица. Когда-то они с Людой работали бок о бок, он врачом, а на фельдшером. Оба были молоды, зелены, вели на дежурстве умные разговоры. Пришелся он ей по сердцу тем, что ни на маковое зернышко не был похож на других парней. Дюжек культурный, был добрый, душа человек. Мечтала, чтобы он ее целовал, обнимал, но так ни разу и не поцеловались. А потом, потом она пошла замуж за Ивана, забрюхатила, и все рухнуло. Дальше был сон. Самый кошмарный и самый длинный сон в ее жизни. Он длился многие дни, недели, месяцы, годы. А Алексей в скорости уехал, то ли в Сибирь, то ли на Дальний Восток. И вот, оказывается, вернулся лишь немногим более месяца назад. Баба на селе была болит, что вдовец он тепереча. Завидев его на поминках, Люда удивилась, да безумие. Сто лет не виделись, а как глянула в глаза, да взгляда их встретились. Он и покраснел, как юноша, да так, что лицо его белоснежное багровыми пятнами покрылось. А она испуганно вдохнула воздух и, бог ты мой, почувствовала, как всколыхнулось в ней что-то, как ожило прежнее чувство, которое вроде бы давно умерло, но было еще живо. И сердце ее гулка забилось. Придя в одинокий дом, Люда первым делом выгребла из кармана деньги, дважды пересчитала. Не густо. Не окупились похороны. Но, как говорится, и на том спасибо. Спрятала наличность в нижний ящик комода, поднялась с колен, и тут взгляд ее упал на зеркало. Перед ней стояла посиделая хмурая женщина с лицом в скрытым тенью вдоевого платка и по зимнему быстро надвинувшихся сумерек. Что и говорить. Точно, старуха. Разом вся жизнь ее серой да бестолково перед глазами пролетела, да и потухла, словно и не было ее вовсе. И вдруг слова Алифтины припомнила, что сказаны были ей во хмелю под самое прощание. Будет тебе, Людка, ухожура себе ищи. Ты, баба, пока что не старая. Гляди, еще может и замуж пойдешь. Представила себя молодушкой и застыла от волнения. Вскинув руки, неспешно стянула с головы платок, порывисто распустила волосы и, когда они тяжелыми прядями рассыпались по ее плечам, стала расчесывать их гребнем. Долго, как никогда прежде. Потом ее точно взорвало, метнулась широкому окованному железными полосами сундуку со всяким тряпьем, отворила его, громко звякнув навесным замком и погрузилась в пропахшее нафталином нутро. На глаза попались заплесневелые, поеденные молью оставшиеся от свадьбы рубашки, длиннорукавки с вышивкой, рушники из беленого льна, отделанные красным шелком и вышитые золотой нитью. Пояса тканной со злами в бахроме. Обилие красного цвета, жизни и плодородия взбодрило ее, взбудоражило. Засунув руку под свекровенную пряжу, полотенчики, салфеточки, старую скатерть, расшитую гарусом, она нащупала на самом дне сверток. В нем было платье цвета спелого персика. Давненько сынок из Москвы привозил, да все негде было носить. Обидно. Берегла его на счастливый день. Да не случилось такого. Знать бы, будет ли впор, или к портнихе нести придется. Здесь же лежали в аккурат под стать платью бусы с крупными бусинами и туфли с каблучком. Обзавелась ими, когда техникум закончила. Про них-то она напрочь забыла. А нынче чудо, как возрадовалось, так радуется при встрече со старыми знакомыми, с которыми с давних пор не виделись и от которых думают услышать что-то новое и путное. Напялила платье, влезла ногами в туфли, попробовала окинуть себя взглядом со стороны и невольно залюбовалась. До того, ладно, это фигуристая бабенка. Наряд придал ее бледным чертам смелости, вдохнул в нее жизни. Распущенные волосы спадали легкомысленно с плеч, да и ноги, пусть и натруженные, с мозолями, оказались все еще равнюхонькие, достройные. И совсем еще не старуха вырвалась из груди. Полтинник в недавний разменяла, ничего. Всю жизнь пахала, ломала хребтину, как лошадь. Так ужель себе право на счастье не заработала. Сказала, и легкий спук пробежал по ее телу. Вот и раз. Совсем сдурела баба, аль наполовину. Покойный Иван слов всех бесстыжих не слыхал, да и нарядов не видал. Он, крепко скрестив руки, спал глубоко, под окоченелой землей, в тиши и покое. А жена его, лютка, осталась наверху, в заснеженном, холодном мире. Да только поди, недолго осталось ей тепла ждать. Февраль уже в дорогу сбирался, и чувствовалось робкое, едва уловимое дыхание весны. Оно дурманило воздух и все живое на земле поднимало соки в деревьях, чьи почки сбрасывали окувы льда и несло с собой пьянящее ожидание перемен. Я желаю всем вам мои хорошие счастья, счастья, любви и всего самого прекрасного. Обнимаю вас душой и пусть хранит вас Господь Бог. Субтитры создавал DimaTorzok